Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне постоянно снится сон, напоминающий драматический опыт из детства и юнищества. Не знаю, как это проработать, я понимаю, что все в моей жизни идёт по этому шаблону, где я жертва. Раньше ко мне жестоко относился отец и сестра, сейчас соседей. Отец бил, никогда не защищал раньше кулаками, сейчас словами. Сестра тоже била и отбирала мои вещи, мне это регулярно снится, как она ложится встать на мою кровать, отевает без спроса мои вещи, ворует, а в свою защиту меня бьёт. Отец приходит и колотит меня за крик, мне уже сорок, я вечно слепаю на жестоких мужиках, с которыми играю в какие-то странные игры и, как правило, присутствуют треугольники, где меня вроде любят, но отношения строят не со мной. Самое обидное, что я не могу защищаться во сне, сил просто нет. Не могу сказать, что я прямо в секс-классах жертва напротив физического насилия, я бессильно за это себя гноблю. Вопрос это и в том, как начать строить нормальные отношения, выбирать нормальных партнёров. Жестокий партнёр вызывает больше сексуального интереса. Ну, насчёт последнего, я думаю, что можно сказать, ну, в целом, так, что это в какой-то степени происходит из безопасности. То есть, ну, то есть, вот, такое ощущение, получается, безопасности даёт этот вот аспект, когда жестокость, да, вы себя, там, чувствуете в безопасности с, ну, как бы, с партнёром. Вот, вы себя ощущаете в безопасности с ним и, соответственно, вам, как бы, ну, у вас появляется вот этот вот, вот этот интерес сексуальный. Вот, поэтому тут, конечно, вы, получается, не берёте на себя вот вопрос своей безопасности, так скажем. Ну, другой вопрос, что, может быть, вы и не могли бы этого делать сейчас, не умеете этого делать сейчас. Ну, это уже немножко, конечно, это уже немножко такой другой вопрос, другой вопрос в этом смысле слова. Вот, значит, первое, что нужно сделать, это просить, просить боли. Тут у вас много боли от того, как с вами поступали, да, много боли от того, как с вами обращались, вот, много боли от того, с какими, значит, с ситуациями вы, значит, ну, сталкивались, вот, и, соответственно, это, конечно, конечно, рождает вот все эти ощущения, которые у вас есть. Поэтому первое, что нужно сделать, это прожить боли, которые у вас есть. Второе ощущение, второе, что нужно сделать, это принять злость. Злость на тех, кто в той или иной степени на вас агрессировал. Вот. Я бы не сказал, что прямо это уж будет слишком легко, но, тем не менее, тем не менее. Третий, третий момент, на который, на мой взгляд, нужно обратить ваше внимание, это принятие на себя задачи по обеспечению собственной безопасности и личных границ. Третий аспект, это работа, ну, точнее, не третий, может быть, а следующий аспект, это работа с стыдом и беспомощностью. То есть, когда вы не можете отдать человеку опор, вот, в той или, ну, в той или, в том или ином смысле, в том или ином значении, вот. Это тоже очень сильно, значит, тот стыд, который у вас появляется, тоже сильно вас демотивирует, потому что вы чувствуете себя какой-то не такой, вы убегаете, как бы, от беспомощности своей, вот. И само собой вас это пугает, то есть, вот это вот принятие собственной беспомощности в некоторых ситуациях, вот как в какой-то степени вам, в принципе, и сказал мой коллега, вот, Кудрячев Игорь Леонидович, в этом смысле, что любовь к себе, вот, принятие, да, это вот, это вот оно самое, и, вот. А дальше, значит, нормальные отношения, вот, ну, вот то, что вы говорите, да, про нормальные отношения с мужчинами и так далее, вот. Что такое нормальные отношения? То есть, нормальные отношения это какие? Вот, то есть, что они из себя представляют, эти нормальные отношения. Ведь нормальные отношения, ну, что такое норма? Норма указывалась, указывалась своя. То есть, необходимо эту норму выработать. Как? Ну, наверное, для начала хотя бы, озаботившись идеей, например, о формировании вашей модели женского поведения. Вот. Она какая? Модель женского поведения. Ну, вообще, вот. Какая у вас модель женского поведения? Ну, вот. Что она из себя представляет, как вы себя видите, как женщины и так далее, как вам комфортно и так далее. Вот. А я думаю, что сразу отказываться от, ну, вот, тех паттернов, которые уже стали привычными для вас не лучшая идея. Ну, вот. Потому что возможно будет, опять же, сопротивление и так далее. Еще, еще очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы говорите, вот, что вас, ну, любят, не вас. Вот. Это значит, что вы выставляете перед собой что-то другое. Ну, не себя, да, вот, что-то другое. Нужно, опять же, постараться увидеть, что именно вы выставляете, то есть, за, чем вы прячетесь. Вот. И, в общем-то и в целом, в этих местах учиться замечать свои собственные реакции, учиться замечать, свои собственные ощущения, учиться замечать себя и, соответственно, дальше уже, ну, вот, это проявлять, это выражать. Вот. Сейчас, опять же, этого у вас, ну, есть такое ощущение, что и нет. Вот. Дальше. Хочется обратить, хочется обратить ваше внимание еще на то, что вы не формируете вопрос свой. То есть, ну, как бы, да, проблема есть, вот именно, именно, именно проблема, она есть. А вот, а вот запрос, именно запрос свой, свой. То есть, вот, что хочу изменить. А, чему, например, хотела бы научиться, вот этого нет. А это очень, очень важно. Чтобы это было, у вас был запрос, чтобы вы были, вот, ну, в какой-то степени нацелены, может быть, на, на свои изменения. Вот. Чтобы вы были нацелены на то, вот, чтобы меняться. Меняться. Вот. Вот. А сейчас, ну, вот, такого ощущения, да, что вы, вот, ну, что вы меняетесь. Такого ощущения, я бы сказал, что и нет. Вот. Ну, по крайней мере, по крайней мере, у меня нет такого ощущения, что он, что вы хотели бы, ну, что вы хотели бы менять. Вот. То есть, вы, как будто бы, вот, просто, просто пожаловались, сейчас. И все. Вот. Ну, что, вам, вам же это ничего не даст. к сожалению, к сожалению, вам это ничего не даст. Вот. Ну, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, вот, с точки, с точки зрения, значит, психологии, с точки зрения психотерапии, психотерапии. Вот. На этом все. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.